Прошедшая неделя была чрезвычайно богата на события. Мы постараемся осветить самые важные и самые интересные из них. И начнем, конечно же, с участия Башкортостана на Петербургском экономическом форуме. Раз уж принято встречать по одежке, то сначала поговорим о том, как все это было обставлено в визуальном смысле. И я говорю о стенде Башкортостана, который был третьим по размеру на Петербургском экономическом форуме. Гигантомания не покидает руководство нашего региона. Стенд был огромным. Многие отмечают, что он был странным. Некоторые предполагают, что обошелся он Башкортостану в 300 и более миллионов рублей. Это, конечно, совершенно астрономическая сумма для развлечений на несколько дней. Стенд был оформлен в виде каких-то пещерных интерьеров в стиле лунопарка для самых маленьких детей. Куда обычно водят отмечать день рождения родителей детишек, у которых завелась лишняя денежка. Ну, в общем, довольно странно это выглядело. Кто-то называл это пещерным стайлом. Видимо, по задумке организаторов была такая идея, что люди на переговорах заходят в пещеру. Там выключается свет и освещен только стол. И это все как бы концентрирует их внимание на переговорах. Ну, в общем и целом, выглядело это, конечно, как бы какое-то немножко развлекательное мероприятие. И солидности региону не прибавляло. На экономических форумах принято заключать контракты, соглашения, договоренности о намерениях и прочее. Собственно, это тоже происходило с нашей делегацией. Делегация Башкортостана насчитывала по разным оценкам 120 человек. Это целый, в общем-то, отряд чиновников, которые туда выехали. И, конечно, они должны были дать какой-то результат. Ну, собственно, список этих достижений, соглашений, которые произошли на Петербургском экономическом форуме, слегка озадачивает. Ну, перечислю их по мере возрастания. Это договоренность о финансировании восточного выезда со стороны Внешэкономбанка, порядка 11 миллиардов. Договоренность контракт с БСК. Создание модели транспортной системы УФИ. Лассесбергер собирается вложить 6,3 миллиарда в завод керамической плитки. Ну, вот все это как-то наводит на мысль, что мы уже все это пару раз слышали. То есть и БСК, и восточный выезд, и уж тем более Лассесбергер, который у нас тут маячит на выезде из УФИ уже много-много лет. Все это нельзя сказать, что что-то очень новое. То есть ни одного такого вот заметного нового названия или нового явления я не услышал из тех сообщений, которые раздавались с Петербургского экономического форума. Возможно, это завершение процессов. То есть, да, возможно, по восточному выезду так и не было все решено окончательно, и вот теперь решили. Ну, в общем, ощущение новизны список этих контрактов нам не дает. Вот. Неизменно повеселила нас госпожа Иванова. Давненько мы ее не видели, и вот тут она каким-то странным образом нарисовалась на экономическом форуме. Какое она имеет отношение к экономике, непонятно. Тем более, что она вдруг взяла и заключила соглашение не с кем-нибудь, а с Макдональдсом. С каким-то там большим чиновником, каким-то большим менеджером из Макдональдса Ленара Иванова подписала какое-то там грандиозное соглашение о всестороннем сотрудничестве. Тут я, честно говоря, совсем растерялся. Я не понимаю, как социальное ведомство, Министерство труда, там, защиты семьи и прочего-прочего, может всесторонне контактировать с всемирной фабрикой фастфуда. Я не понимаю, может быть, она будет стариков кормить в еще не сгоревших приютах бургерами от Макдональдса. Может, еще что-то. Но, в общем, Ленара Иванова заключила грандиозный контракт с Макдональдсом. Еще одна очень важная штука случилась на Петербургском экономическом форуме. Это то, что традиционный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов по версии Агентства стратегических инициатив показал, что Башкирия поднялась с 9 на 5 место в стране. Ну, безусловно, это хорошо. Что бы это ни значило на самом деле, что бы ни означало этот рейтинг, как бы он там ни считался, наверное, это хорошо. Потому что даже когда инвестор слышит о том, что вот Башкирия там занимает 5 место из 85 регионов в России по инвест-привлекательности, это, наверное, неплохо. На первом месте Москва, на втором Казань, Татарстан, и вот мы находимся на пятом месте. Стоит ли этим гордиться до потери сознания, как это делает, например, господин Сейдякин, я не знаю, но, в принципе, это неплохо, это хорошо. Любые рейтинги, любые упоминания в положительном ключе про регионы это неплохо. В целом же Петербургский форум, конечно, оставляет очень двойственное ощущение. Вот эта чудовищная, вопиющая роскошь, с которой он был проведен, причем это касается и расходов регионов на его проведение, и вообще в целом антуража. Надо понимать, что мероприятие это, в общем-то, коммерческое, за участие каждый участник заплатил около миллиона рублей, если быть точным, то 920 тысяч стоит входной билет на это мероприятие. Ну вот, теперь умножайте там на 120 человек делегации от Башкортостана, плюс вот этот стенд за 300 миллионов, плюс питание, которое там ошеломляло стоимостью, мы видели все эти, значит, меню этих ресторанов, форума, там, блинчики за стоимость минимальной пенсии и прочее, прочее. То есть, все это вместе, конечно, немножко диссонирует с тем, что происходит в стране в целом, и всплывает в памяти эта цитата из Кинзадзи, «Милый, начальство на другой планете живет». Хотелось бы подытожить историю с Праймерис, чтобы уже потом не возвращаться к этому, понимать, что это такое, зачем это было и что это значит. Вообще, Праймерис, Единая Россия – это некая легитимизация того, что должно случиться по их планам на выборах. Это вовсе не попытка выбрать среди своих там лучших из лучших, это именно такой репетиционный процесс, то есть, когда они сейчас нам показывают, кто победил у них внутри партийных процессов, они готовят нас к тому, кто у нас тут победит на выборах. То есть, по сути, Единая Россия объясняет нам, за кого мы на самом деле проголосуем, пойдем ли мы на выборы или нет. Вот так лично я субъективно оцениваю этот процесс. Ну, давайте перейдем к тому, что происходило на Праймерис в Башкирии. Самым главным неожиданным моментом этого процесса в этом году было то, что в него, в этот Праймерис ушел господин Сидякин, руководитель администрации главы Республики Башкортостан. В целом, он не собирался участвовать на выборах. Более того, он вообще пришел на эту должность из Госдумы, будучи депутатом Государственной Думы от Единой России. И вот Сидякин опять внезапно отправляется на Праймерис, то есть, формально заявляется на выборы в Государственную Думу. При этом США Сидякин не просто заявляется на Праймерис, а триумфально побеждает на них. Вообще, Праймерис Единой России в Башкортостане был феноменальный по отчетности. Судя по словам господина Ахмадинурова, участие в Праймерис в Башкирии приняло 535 тысяч человек. На минуточку у нас всего 3 миллиона избирателей, то есть, каждый шестой избиратель в Республике Башкортостан, даже с хвостиком, поучаствовал в Праймерис Единой России. При том, что это были не выборы, что это был внутрипартийный процесс, что это было абсолютно добровольно и так далее. Мы понимаем, что верить в эти цифры точно нельзя. Тут они уже, как говорится, обманули сами себя. И, кстати говоря, многие наблюдатели, многие читатели, наши подписчики, зрители задаются совершенно резонным вопросом. Зачем партия Единой России обманывать саму себя? Ну, накручивая это количество людей, которое пришло на Праймерис, прикручивая эти голоса тому или иному кандидату, зачем вообще им нужно обманывать себя? Это же вроде как их внутренний процесс. Но, на самом деле, они обманывают не себя, а опять же нас. И я повторюсь, это подготовительный процесс, чтобы потом сказать, вот смотрите, был Праймерис, так проголосовали, и вот выборы прошли, так проголосовали. Все правильно. То есть, ну, это такая достаточно жалкая и, на самом деле, примитивная попытка легитимизировать то, что на самом деле легитимизировать просто невозможно. Завершая обсуждение участия господина Сидякина в Праймерис, отмечу, что из 535 тысяч проголосовавших по версии Ахмадинурова на Праймерис, целых 406 тысяч проголосовало за господина Сидякина. Ну, это совершенно, конечно, абсолютно смешная цифра. Вот просто поговорите со своими знакомыми. Наверняка у вас их, ну, там, у каждого 20, 30, 50 человек, кто-то более общителен. Отсчитайте каждого шестого, спросите, ходили они на Праймерис Единой России. Ну, вот хоть кто-нибудь. Вот среди моих знакомых ни одного человека нет, который ходил на Праймерис Единой России. Ну, тем не менее, на голубом глазу исполкома Единой России в Республике Башкортостан сообщает, что 406 тысяч человек проголосовало лично за Александра Сидякина на этом Праймерисе. Очень часто в последние недели звучит термин «парашютисты» в контексте, опять же, Праймерис и выборов. «Парашютисты» — это люди, это кандидаты в депутаты, которые не имеют никакого отношения к региону и которых как бы десантировали нам суда из Москвы. На этот раз, на этих выборах в Башкирии чрезвычайное количество парашютистов. Четыре человека десантированы в список Единой России из Москвы. Это госпожа Орлова, господин Курбанов, господин Сенин и госпожа Панькина. Вот эти четверо никакого отношения к республике Башкортостан не имеют, это именно те самые парашютисты. Ну, кто-то из них функционер партии «Единая Россия», господин Сенин — это кошелек партии «Единая Россия», он банкир, альфа-банк. А вот господин Курбанов — это вообще фантастическая фигура. На самом деле, господин Курбанов занял шестое место на Праймерисе «Единой России» в Башкортостане, но это очень крутой результат. При этом он является действующим депутатом от КПРФ сейчас в Государственной Думе Российской Федерации. Причем он депутат Госдумы от Крыма. Какое отношение он имеет к Башкирии, никому неизвестно. В Башкирии он был ровно четыре часа. Потому что этого времени было достаточно, чтобы привезти и сдать документы на Праймерис. В общем, отношение господина Курбанова к Башкортостану измеряется четырьмя часами пребывания в ней. И четырех часов пребывания на территории господину Курбанову было достаточно, чтобы занять шестое место. И набрать, судя по всему, сотни тысяч голосов благодарных башкортостанцев. Ну вот не смешно ли это на самом деле? Думайте сами. Неожиданностью на Праймерис явилось то, как там поучаствовали господин Ахмадинуров и Шома Валеев. Ахмадинуров занял девятое место, Шамиль Валеев занял десятое место. Ну, с точки зрения предположения о результатах Единой России на этих выборах, и девятое, и десятое место, они, в общем-то, рискованные места в списке. Потому что, ну, скажем так, у десятого человека в списке шансов практически нет, у девятого их очень мало. Это несколько противоречит моим представлениям о том, как Шамиль Валеев должен был пойти на выборы. И противоречит той информации, которая поступала до того, как Сидякина, значит, отправили на Праймерис. Но, собственно, вписывается в эту внезапно изменившуюся ситуацию. Однако, нужно не упускать из виду еще и такую вещь, что существует такая технология, о которой мы подзабыли немножко. Это когда люди первые в списке, потом уходят из списка после выборов. То есть, помните, когда еще у нас список возглавлял и Хамитов, и Рахимов, и прочее, значит, вот когда они возглавляли список, они возглавляли его намеренно. Это называется паровоз. А потом, когда проходит выбор, они снимаются с выборов. Соответственно, весь список автоматически перемещается вверх. Вот в этом случае, если Сидякин пошел на выборы притворно, чтобы несколько потянуть за собой там вот этот вот список из парашютистов и прочего, значит, народа, который там числится, то тогда, конечно, автоматически и Ахмадинуров, и Шамиль Валеев смещаются на одно место вверх, и их шансы резко увеличиваются. Если вот эта технология будет применена Единой России на выборах, то, конечно, у Ахмадинурова шансы попасть в Госдуму появляются, а у Шамиля они хоть сколько-нибудь будут. Продолжение следует... Ну, почитать о причинах, о обстоятельствах ухода Мурзагулова, могут почитать вот замечательный обзор про УФУ. Вчера вышел, там вот, ну, избыточно подробно рассказано и о трудовом пути, и о славных вехах в карьере Ростислава и прочее, прочее. Я сегодня буду говорить о последствиях ухода Мурзагулова из власти, из команды Хабирова, потому что на самом деле это важнее, и эти последствия очень важны для нас, и для нас важно, как это все будет развиваться. Предполагая, что господин Мурзагулов ушел вслед за господином Сидякиным, который перемещается в Государственную Думу, встает вопрос, кто же заменит Сидякина на посту главы администрации ради Хабирова. Со времен, когда сам Хабиров был главой администрации Рахимова, эта должность взлетела до небес по значимости. До Хабирова глава администрации президента республики Башкортостан не был столь могущественной фигурой. Именно Хабиров превратил ее в такую вот важную позицию, и сейчас, конечно, очень важно, кто ее займет вместо Сидякина. В кулуарах Белого дома бурно обсуждают, кто же сможет стать главой администрации Хабирова. Рассматриваются две основные кандидатуры, это Урал Кельсинбаев и Азад Барданов. Ну, собственно, оба эти персонажи не имеют достаточного опыта для работы на этой должности, и это уже первое. Это сомнение и минус им в карму. Конечно же, у обоих у них нет этих компетенций и опыта, который был у Сидякина. Каким бы демоном ни был Сидякин, он действительно был очень опытным человеком, он понимал механизмы, как это все работает, куда что втягивается, куда оттягивается. Он действительно набрался связей в Москве и в регионах, и у него было понимание того, как это работает, чего напрочь нет ни у Кельсинбаева, ни у Барданова. Оба они, и Кельсинбаев, и Барданов, крестники Мурзагулова. Кельсинбаева вообще за руку привел в администрацию Мурзагулов и еще долго отбивался от тех, кто посмеивался над этим решением и над этой кандидатурой. Лично мне Мурзагулов писал гневные письма о том, что ты имеешь против отличного парня Урала. Ну, отличный парень Урала, это, конечно, здорово, но ведь это же не профессия. Мы помним, что господин Кельсинбаев был всего лишь руководителем района города Уфы, причем не самого проблемного. И главное, чем нам запомнился господин Кельсинбаев, это тем, что он бесконечно фотографировался на фоне озера в парке Якутова, гордясь тем, как вокруг него подмели асфальт. Ну, был такой сносный дворник, превратился в заместителя руководителя администрации главы региона. Вообще, глядя на Урала Кельсинбаева, мне всегда приходит на ум цитата из указа Петра I, который вышел 9 декабря 1708 года. Я позволю себе процитировать текст этого указа, и звучит он примерно так. «Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой, придурковатый, дабы разумением своим не смущать то самое начальство». Конец цитаты. Ну, вот это приходит мне на ум, когда я гляжу на Кельсинбаева, когда он сидит на этих оперативках, значит, с таким вот лихим и весьма придурковатым видом. Не знаю, является ли это его сущностью, или он так умело притворяется, но иногда маски настолько приживаются к человеку, что переходят в его сущности, в его естество. Говоря о господине Барданове, вообще, собственно, ничего существенного на ум не приходит, никаких постов он не занимал, был руководителем Федерации студентов Башкортостана в Москве. Очень странная общественная организация, терся он бесконечно вокруг Хабирова в момент изгнания, в момент его красногорской карьеры. Единственное, когда Барданов вылез на поверхность, был эпизод вот с этим вот студентом, который раскритиковал Башкирию еще в бутность господина Хамитова президентом. Вот тогда, да, вот эта вот афера была провернута вместе с Бардановым, и это была проделка Хабирова, там очередная шпилька и так далее. За что уж так полюбился Барданов Хабирову, я не знаю, но судя по тому, как характеризует Азата Барданова его коллеги, человек этот чрезвычайной услуживости, чрезвычайного чеванства в отношении там ниже стоящих, не по возрасту такой, значит, напыщенной, злобной, злопамятной. Суть по всему, человек не очень далекий, неизвестно какого образования, но в общем, в отношении него мне приходит другая цитата на ум, цитата эта из Некрасова, и звучит она так. Люди холопского звания сущие псы иногда, чем тяжелее наказание, тем им милее господа. Вот примерно так можно охарактеризовать господина Барданова словами классика. Честно говоря, я не могу себе представить его на посту руководителя администрации главы крупного и важного региона. Ну и если уж говорить о господине Баширове в качестве кандидата на пост руководителя администрации Хабирова, то тут, пожалуй, говорить уже не о чем. Помимо того, что против карьерного роста господина Баширова кардинальным образом выступают силовики и, в частности, Федеральная служба безопасности, помимо всего этого, конечно, в последнее время господин Баширов окончательно дискредитировал себя, и, надеюсь, и в глазах ради Хабирова. Мне хочется верить в то, что Хабиров трезво оценивает этого персонажа, несмотря на их тесные и даже родственные отношения. Надо отметить, что Ренат Баширов окончательно истратился в тех скандалах и в тех провалах, которые сопровождают его последние два с половиной года, и, пожалуй, что его кандидатура не должна рассматриваться на пост руководителя администрации главы региона. Вот, собственно, и пришло время поговорить о той самой команде Мурзагулова. Второй побег Мурзагулова из республики Башкортостан, но это уже, пожалуй, что слишком. Нельзя считать, что уход чиновника с его постов – это главное для него наказание, и, как говорится, отдышались, и слава богу. Поэтому, по моему субъективному убеждению, правоохранительные и компетентные органы должны самым тщательным образом сейчас расследовать деятельность господина Мурзагулова и в Башинформе, и в БСТ, и в общественной палате, и в футбольном клубе УФА, ввиду того, что там все-таки есть какие-никакие государственные бюджетные или внебюджетные деньги. И вот только после того, как его деятельности будет дана оценка, причем оценка и процессуальная, и юридическая, и какая угодно, и при необходимости будут приняты меры по наведению законности и порядка, вот тогда можно будет успокоиться после ухода господина Мурзагулова. Это первое. И вообще, Мурзагулов это не просто один человек, а целая огромная банда, команда ватага людей, которые воцарились и в медийном, и в хозяйственном пространстве Республики Башкортостан, и с которыми теперь что-то надо делать. Потому что это, безусловно, и агенты влияния, это и, безусловно, и некие финансовые инструменты, и так далее, и так далее. Будет ли последователь Анхабиров и Прочековская в своем желании вычистить вот эту всю нечисть из недр башкирской административной системы? Будут ли они менять вот эту атмосферу в медийном пространстве, атмосферу ненависти, атмосферу какого-то совершенно однополярного подхода и прочее? Я не знаю, но очень хотелось бы верить, что это случится. А то, что касается тех, кто относится к этой команде, эта команда, конечно, достаточно многочисленна. Ростислав Равкат человек был очень общительный, многих он втянул в круг вот этой своей деятельности. Но в первую очередь, конечно, это Шамиль Валеев, Руслан Шарафудинов, Игорь Стрижнев, Артем Валеев, господин Бузыкаев и многие-многие другие. Это я перечислил только очень заметные фигуры, которые бесспорным образом ассоциируются с господином Мурзагуловым. И на которых нужно обратить очень пристальное внимание, если есть желание вообще изменить что-то и в медийном пространстве, и вообще в атмосфере, которую воцарили эти товарищи у нас в республике Башкортостан. Тем временем, и судя по всему, члены тусовки Мурзагулова, участники этой группировки, уже спешно ищут себе новые кормовые базы, новых покровителей, новые источники пропитания, финансов и прочее. Я говорю о господине Бузыкаеве, который внезапно сменил вектор движения и прямо вот сразу после ухода Мурзагулова, после объявления об его уходе, нарисовал две очень важные знаковые картинки. Вообще в последнее время мы начинаем привыкать, что по картинкам Бузыкаева можно как бы оценивать вектор движения башкирской политики, башкирского Белого дома. И тем неожиданнее было то, что он рисовал Бузыкаев в этот раз. Первая картинка это картинка о том, как Хабиров изгоняет из рая под названием Башкортостан двух несчастных, Адама и Еву, Мурзагулова и Трегубчак. Они голенькие попками к Хабирову, удаляются вдаль, а Хабиров в виде бога отца на небесах указывает им на выход. Ну вот такая аллегорическая картинка. Ну, казалось бы, ладно, прикольнулся человек, но на самом деле для Мурзагулова то, что происходит, это чуть ли не трагедия. И так надсмехаться над своим вчерашним покровителем и над своим вчерашним благодетелем, конечно, не очень прилично. Но господин Бузыкаев не остановился на достигнутом и нарисовал еще более знаковую картинку, которую мы вам демонстрируем. Речь идет о господине Сидякине, который, собственно, ну, вкупе с Мурзагуловым был таким же благодетелем и таким же источником дохода для Бузыкаева. Мы все видим, что эта картинка лучший образчик агитации против партии «Единой России». И вот почему. За рулем автобуса сидит господин Сидякин, ну, перепутать его нельзя. Отдаем должное талантам Бузыкаева, который действительно очень точно и четко ловит физиогномику и умеет передавать образы. Сидякин не просто рулит автобусом. Он везет автобус в Госдуму. Он везет в Госдуму крыс депутатов. И, собственно, партийная принадлежность этого автобуса не оставляет никаких сомнений, потому что на крыше у него медвежонок и очевидно, что это партия «Единой России». Ну, тут я, честно говоря, ахнул, когда увидел эту картинку. Бузыкаев то ли решил выстрелить себе в ногу, то ли действительно нашел себе новых покровителей. Но кто из башкирских политиков может настолько ненавидеть партию «Единая Россия» и быть ее оппонентом, я даже опасаюсь предположить. Но я выясню, конечно, кто являлся заказчиком этой картинки и сколько было за нее заплачено. При этом, ну, предполагать тут, наверное, можно немногих. Кто же тут такой яростный оппонент? Но важнее другое, важнее то, как кардинально и быстро господин Бузыкаев, будучи вчера абсолютным фанатом и Мурзагулова, и Сидякина, и Хабирова, нарисовал картинку против них всех. Переходя к новостям долевого строительства и строительства вообще в Республике Башкортостан, отмечу, что в этот раз у нас есть и хорошие новости. Я говорю о том, что на прошедшей неделе возобновлено строительство жилищного комплекса «Арбат», который находится на перекрестке улиц Чернышевского и улицы Ленина. С 2004 года там строят элитный дом, и он, ну, собственно, не строится с 2004 года. Это 87 дольщиков, наконец-то, получат свои долгожданные квартиры. Отмечу про себя, что достройкой этого комплекса занимается Дом РФ. Это единственный пока объект, который доводит до ума этот фонд. Хотя разговоров было много, и, собственно, у нас 100 с лишним проблемных объектов в Республике, но только один объект постигло такое счастье – 87 дольщиков. Надо отметить, что этот проблемный объект, который уже, ну, получается, 17 лет не могут достроить, не отмечен ни одной акции протеста, ни одного плаката, ни одного дольщика с этого объекта не выходило ни на протесты, ни на пикеты. Не знаю, с чем это связано, но, может быть, с тем, что все 87 человек или почти все 87 дольщиков в этом доме – это, в основном, конечно, чиновники, работники прокуратуры, силовики, дом элитный. И почему именно с него началась достройка проблемного жилья дольщиков – совершенно непонятно. В ситуации вокруг ПСК-6 на данный момент особых изменений не случилось, идет позиционная война. Чиновники города и республики в отсутствии законных оснований прекратить строительство начали обмениваться мнениями. Вот это, конечно, очень опасная история, когда ведомства и чиновники вместо того, чтобы опираться на законы и нормы, опираются на собственное мнение. К сожалению, это мнение идет в народ и попадает в руки всяких странных персонажей типа госпожи Яковлевой, и мнение начинается трансформироваться в какую-то точку зрения, а потом уже и в какие-то основания для требований. Это, конечно, все недопустимо. Насколько мне известно, руководство ПСК-6 даже обратилось в прокуратуру с требованием прекратить вот эти частные мнения чиновников республики Башкортостан, потому что они могут каким-то образом влиять и на репутацию компании, и на ход строительства. Ну, в общем, посмотрим. Однако противоречивость высказываний чиновников в республике в отношении этой ситуации нарастает и вызывает все большую тревогу. И вообще та билиберда, которая творится в документах и переписках, она, конечно, уже становится определенным образом опасной. И вот я позволю себе процитировать одну переписку в отношении ПСК-6. Из письма за номером 1050-2-4826 ГУ от 31.05.20.21 директор департамента инфраструктурного развития правительства республики Башкортостан господин Туманин от все того же самого буквально следует, что департаментам получена информация из управления Росреестра, которым, в свою очередь, получена информация от администрации городского округа города Уфа, о том, что разрешение на строительство не подлежит применению в связи с отменой постановления об утверждении проекта планировки и проекта межевания. То есть, во-первых, из данного письма не следует, что правительство считает, что разрешение на строительство не подлежит применению, а следует лишь то, что департамент располагает информацией о мнении администрации города Уфы. Во-вторых, в данном письме прямо указано, что информации об отмене разрешения на строительство не имеется. В-третьих, указание администрации на автоматическую неприменимость разрешения на строительство ввиду отмены проекта планировки и межевания не соответствует градостроительному законодательству статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В целом, подобное поведение чиновников говорит, конечно, о неком хаосе в их стане и попытке заболтать ситуацию. Если говорить серьезно, то ситуации вокруг ПСК-6 необходимо четкое судебное решение. Нужно следовать строго по закону. Нужно перестать слушать вот этих вот Яковлевых и всяких прочих там настенек, которые приплясывают вокруг этого под дудку господина Баширова. Нужно законное судебное решение в отношении этой ситуации. Иначе мы не знаем, куда зайдем. То, что касается Менделеевского треугольника, то на прошедшей неделе там страсти все больше закипали. Никакого контакта между МУПом, который достраивает там или пытается, или, по крайней мере, декларирует достраивание этого объекта, и дольщиками не существует. Город отмалчивается. Горячее вподливает масло в огонь. В общем, ситуация там закипает. Я считаю, что очень безответственно и глупо то, что на эту ситуацию не обращают внимания власти республики и города. Дольщики там креативят и все больше и больше всяких небольших акций предпринимают. А скоро, видимо, решаться и на что-то серьезное. В общем, Менделеевский треугольник еще бабахнет. Завершая строительную тему, я поговорю на одну неожиданную тему и затрону историю с хосписом, который так или иначе строится в республике Башкортостан и в Уфе. Вообще, история с хосписом, она длинная и драматична. Много-много лет общественность в Уфе требовала построить хоспис. Безусловно, на мой взгляд, главной фигурой во всей этой истории всегда была Рауфа Рахимова. Трудно оценить ее вклад в то, как она билась и добивалась строительства этого хосписа еще при Хамитове. И тем отвратительнее выглядит ситуация, в которой она сейчас попала в этом отношении, имея в виду то, что Хабиров фактически украл у нее все достижения и лавры, которые были связаны с борьбой за строительство хосписа. По сути, Рауфу Гореевну отодвинули в сторону и там поставили каких-то других людей, которые этим занимаются и которые, в общем-то, будут потом почивать на лаврах у строителей этого богоугодного дела. Хабиров выбрал сам площадку для строительства хосписа за городом. Хабиров пообещал, что в течение двух лет хоспис будет построен. Кстати говоря, два года прошло и хоспис так и не построен до конца. Ну, собственно, чему тут удивляться, обещанного ждут три года. Видимо, мы подождем три года. Повторюсь, очень постыдно выглядело то, как Хабиров из каких-то там личных побуждений и из личных соображений неприязни отодвинул Рауфу Гореевну на задний план, хотя, конечно, воздать должное ей было необходимо за то, как долго и последовательно она добивалась и в конечном итоге добилась все-таки строительства этого хосписа. Но справедливости ради надо отметить, что участок на улице Авроры, о котором вот сейчас заговорили вновь и который первоначально предполагался под строительство хосписа, уже теперь, конечно, не рассматривается под строительство этого объекта, если только, конечно, у нас в Уфе не появятся два хосписа. И вот все разговоры о том, что хоспис построили за городом только для того, чтобы отдать этот участок строительной компании «Садовое кольцо», ну, на мой взгляд, являются каким-то совсем уже неумелыми манипуляциями, либо ошибкой. Ну, давайте не будем все сваливать в кучу. Давайте не будем смешивать круглое с коричневым, шоколадное с прямоугольным и так далее, и так далее. Давайте во всем не видеть каких-то заговоров. Давайте лучше добиваться того, что нужно добиваться. В частности, я говорю о том, что давайте все-таки потребуем от Хабирова, чтобы он выполнил свои обещания и построил хоспис хотя бы там, где он его начал строить. А вот история с передачей участка на Авроры – это совсем отдельная история. Ну, и еще справедливости ради надо отметить, что этот участок, в общем-то, не передан до сих пор Садовому кольцу и, являясь одним из вариантов компенсационных участков, все еще рассматривается. Так что, ну вот, на фоне той истерии, которая вообще развернулась у нас в строительной и околостроительной сферы, хотелось бы все-таки начать немножко успокаивать эту ситуацию. Пожалуй, что мы уже переживали всю эту ситуацию. Надо выплюнуть, выковырять из зубов вот этих вот всяких Ренатов и Башировых. Надо перестать смотреть друг на друга глазами налитыми кровью. Пора, пожалуй, переходить к разговорам, переговорам и договоренностям. Иначе мы тут доведем ситуацию уже до крайности и до полного развала. Надо помнить о том, что Башкирия должна построить 4 миллиона квадратных метров жилья. А построить это значит построить, а вовсе не запретить стройку. Ну, в общем, я все-таки призываю все стороны перестать манипулировать, перестать заказывать все вот эти вот заказные концерты и цыганочку с выходом в исполнении Аллы Яковлевой и прочих персонажей. Давайте переходить к серьезным разговорам, давайте находить какие-то компромиссы. Редактор субтитров А.Семкин